Привет всем, друзья! С вами Салыч. Сегодня я хочу поделиться с вами одной фишечкой, которую придумал не я. Я увидел видео на английском языке и решил для тех, кто понимает с трудом на английском, записать этот урок на русском. Речь идёт о плавном переходе от одного темпа к другому, неважно замедление или ускорение. Но не в режиме аранжировки. Это знают все, тут ничего сложного нет, можно просто проавтоматизировать темп, мастер темп, и он будет меняться как угодно. А речь идёт как раз-таки о режиме сессии, то есть о лайф-режиме. Речь идёт не просто о перепрыгивании с одного темпа на другой, а именно о плавном переходе. Итак, нам потребуется для начала аудио-дорожка и миди-дорожка. К примеру, у меня есть луп, который играет в темпе 82 удара в минуту. И нам, допустим, нужно сделать плавный переход к лупу, который играет в 95 bpm. Итак, для начала нам нужно зайти в настройки аудио-миди. В разделе Windows заходим в Show MIDI Window. Мы видим IAC-Driver. Заходим в него, где надпись Ports, нажимаем на плюс. У нас появляется BAS-1. Теперь нажимаем Device Online и выходим отсюда. Больше нам это уже не нужно. Дальше заходим в настройки Ableton, в раздел MIDI Sync. Видим, появился Input, наш драйвер, и Output. Должно быть включено Track и Remote. В обоих случаях и на Output, и на Input одинаково. Теперь мы создаем, можем заново создать MIDI-канал новый. Заходим во вкладку In-Out. Здесь выставляем наш драйвер, и на Output MIDI тоже выставляем наш драйвер. Теперь создаем MIDI-клип. Допустим, у нас будет 4 такта перехода. Делаем продолжительность, длину его 4 такта. Для того, чтобы наша автоматизация не началась сначала, и опять не начался переход от медленного к быстрому темпу, нам нужно отключить Loop. Далее мы заходим во вкладку Envelopes. У нас здесь MIDI-контроллер. Выбираем свободный, от 14-го, к примеру. Любое число можно от 14-ти выбрать. Пустой контроллер. Дальше мы рисуем автоматизацию. Она может быть как угодно, не обязательно плавно. Можем сделать, зажимая Alt, такую кривую, такую, как вам нужно. Определяйте интуитивно, на слух, как угодно. Далее заходим во вкладку A. Нажимаем Play и останавливаем, чтобы у нас он был активен, клип. Заходим в вкладку MIDI и запускаем наше воспроизведение. У нас появляется MIDI-назначение. И также кликаем на Temp. Дальше останавливаем. Вот это можно удалить. Главное, чтобы вот это вот назначение осталось. Теперь заходим в наш MIDI-маппинг-лист и ставим здесь границы. От 82 до 95. Это наш диапазон темпа, в котором будет ускоряться наша композиция. Теперь мы можем здесь прописать темп, например, 82. Ну и конечный темп можем прописать. Хотя это не обязательно. При переходе он все равно придет к 95. Но на всякий случай можно прописать для подстраховки. Далее мы включаем наш луп. Смотрим на значение метронома и слушаем. Наш луп играет в темпе 82 удара. Теперь мы запускаем нашу автоматизацию. Видим, что темп стал увеличиваться. Вот он достиг 95. И мы можем уйти к следующей песне, к следующей композиции. Которая звучит уже в новом темпе. Вот такой вот финг можно сделать в AirBolton. Спасибо за внимание.